здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия сегодня я вам хочу показать способ набора петель которыми я пользуюсь лично я для резинки один на один также вам покажу как его набрать как сделать его в круговую для шапок варежек носков он на самом деле он очень безумно простой и красивый срез получается вот вы видите да все я вам сейчас покажу способ называется качели насколько я знаю возможно есть существует у него другие названия но я его знаю как способ качели берем нить обычным способ обычно на большой указательный палец как обычно мы одеваем нить далее захватываем ее вот слева направо и вот таким вот образом и перекручиваем вот ничего не делаем просто захватили и перекрутили далее будем сид спицу под дальнюю нить с указательного пальца и захватываем нить с большого пальца и вот так вот мы ее протягиваем обволакиваем вот этой нитью эту и образуется петелечка теперь захватываем вводим спицу под нить большого пальца и захватываем нить указательного пальца почему называется качели потому что мы чередуем вот эти вот захваты по сути узелков здесь нет он такой живой достаточно этот способ и первый ряд вяжется так надо очень аккуратно девчонки кто новичок поставьте видео на скорость 05 я выложу видео как это сделать в описании и медленно рассмотрите и по видео будете повторять и вы все поймете так я набрала 36 петель потому что мне нужно потом будет для образца значит вот эти петь на пить число петель должно быть обязательно кратным делиться на два чтобы попасть резинку значит теперь видите последний наш захват я его держу вот так вот пальчиком и беру вот эту дополнительную нить обвиваю и делаю узелок последний обязательно потому что здесь я же говорю способ без узелковые набора поэтому она все там живое очень аккуратно первый ряд далее поворачиваем и вяжем вяжем первый второй ряд полой резинкой значит первую петлю снимаем соединять будем после этих двух рядов значит из нами вот теперь вот смотрим внимательно где у нас узелок это значит у нас изнаночная петля мы ее снимаем не провязанной и вот лицевая петля очень хорошо видно она такая вот прям лицевая вот она здесь как бы видно очень хорошо где у нас лицевая где у нас изнаночная так лицевая изнаночную снимаем не провязанную вот лицевая видите я думаю вам видно хорошо возьмите для для начала изнаночную снимаем не провязываем лицевая начните вязать толстой пряжей и вам будет очень видно и последняя изнаночная вот первый ряд мы провязали теперь второй ряд точно так же как вяжется полая резинка изнаночную мы снимаем нить перед петлей лицевую провязываем теперь лицевая вот видите а ее опять же и с этой стороны ее хорошо видно вот изнаночная уже у нас провязана и ее видно а лицевую мы провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем эти получатся вот такой вот краешек красивый сейчас мы соединим в круговое вязание и далее уже вяжем резинкой на один на один только первых два ряда мы вяжем вот таким вот образом чтобы получить вот этот краешек далее простая резинка один на один либо либо обычную резинку вот для кофточки видите я провязала эти два ряда и далее у меня обычная резинка идет в край у меня такой вот красивый вот теперь мы переходим к круговому вязанию или к резинке дам так если эта шапка я разделяю пополам видите я провязала половину ряда и теперь вяжу вторую половину узору то есть перед перетянула спицы сейчас вяжу резинкой здесь уже изнаночную я провязываем здесь уже изнаночную я провязываю потому что это уже будет вязание теперь далее меняю спицы вот видите я провязала половину да ничего я половину не провязала меньше но это по сути неважно значит теперь здесь я просто соединяю нить подтягиваем и вяжем по узору первая у нас петля она лицевая так вот здесь вот следим обязательно чтобы у нас все было не не было перекручено и вяжем таким вот образом по кругу нашу резинку либо уже целую шапку либо только резинку как вам вашей душе угодно так еще хотела показать один как бы нюанс да когда выбрать и перетягивать делаю я опять же для того чтобы вот здесь вот не было больших протяжек там где у вас идет видите у меня одинаково здесь вот нет таких протяжек есть они здесь но это начало это мы сейчас все сделаем будет все красиво значит когда вы допустим довязали вот эту одну спицу я беру вот таким вот образом но я зажимаю вот это вязание вот так вот эту спицу которую не нужно одеть я протягиваю сюда а эту вытягиваем чтобы нигде ничего у нас не протягивалась теперь вот беру и первую петлю я держу вот здесь у чтобы тоже она не смещалась и не протягивалась и провязывая первую петлю чтобы не было протяжки видите это все я двойную держу как бы все вместе держу рукой и вижу вот чтобы не было вот этих вот здесь дырок если чуть-чуть там будет не страшно она пристрелит при после стирки разойдет так ну и по сути все сказала я думаю по поводу этого сейчас мы еще с вами сделаем этот вот стык обработаем и в принципе все для обычной как бы детали не круговой все понятно вяжите два вида полой резинкой потом переходите на резинку на резинку 2 на 2 этот способ не подходит подходит на полую резинку и на резинку 11 видите держу и протягиваем вот таким вот образом так идем дальше к нашему срезу нить которая у меня осталась после набора очень длинная которую я сейчас обрет я продеваю в иглу и теперь вот видите вот здесь с этой стороны у меня нить здесь я подцепляю последнюю петлю таким вот образом затягиваем и возвращаясь в эту петлю откуда я пришла здесь у нас узелок но ничего не поделаешь вот таким вот образом далее теперь очень важно понимать где у вас будет лицевая сторона если здесь то нить мы продеваем с этой стороны как бы фиксируем если здесь то с этой стороны фиксируем нам мы берем эту нить и нам нужно сделать сделать узелок я его делаю здесь и теперь нить продеваю вот по лицевой видите у меня здесь осталась петелька с первого ряда но она после этого она разойдется ее там не будет у лицевой косички я эту нить продеваю как бы ему труб образом прячу увожу туда в глубь вязание так вот вот эта ниточка так как это изнаночная сторона я думаю и не видно так и далее эту нить обрезаем вот и с лицевой стороны у вас у нас получается вот такой вот край и с лицевой стороны у нас получается вот такой вот краешек потом еще после стирки понятное дело оно все уляжется вот и приобретет еще красивее форму вот девчонки а на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия с вами прощаюсь всем пока-пока а